В музейно-выставочном комплексе прошла выставка масштабных моделей танков и стрелкового оружия. Образцы военной техники изготовили воспитанники и педагоги Дворца детского и юношеского творчества. Они же и рассказали нашей съемочной группе о своих работах. Особенности данного танка. Дизельный двигатель мощностью 500 л.с. модификаций. Я 600 л.с. есть. И имел противоснарядное бронирование. Во лбу 110 мм. Модель танка КВ-1, который считался лучшим во время Великой Отечественной войны, Максим Лошин собрал за два часа. Создавать маленькие копии военной техники мальчик научился во Дворце детского и юношеского творчества. Сегодня под руководством полковника в запасе Виктора Падалки кружок масштабного моделирования посещают около 20 детей. С детьми мы изучаем особенности конструкции бронетанковых образцов как отечественной, так и западной техники. Стрелковое оружие, боевое применение, историю создания. Все масштабные модели выполняются в масштабе 1 к 16. Закупаются уже готовые детали для сборки моделей. Где под моим руководством, где с помощью детей ранее обучаемых, маленьким оказывают помощь, модели, тематические модели собираются. На выставке представлены советские и немецкие танки, которые принимали участие в сражениях с 1941 по 1945 годы, а также современная техника и оружие, задействованные в зоне специальной военной операции. Легендарный танк Т-72 с оружием с пушкой в 125 мм, с бронированием в 300 мм, с механизмом заряжания, дизельным двигателем, с высокими показателями подвижности. Эта выставка передвижная. Представители Дворца детского и юношеского творчества будут проводить ее в школах и объектах дополнительного образования городского округа Люберцы. А для тех, кто хочет научиться создавать такие же модели, открыта запись на госуслугах.